снова всем приветики ой наконец я снова присела так устала за эти дни честно так устал обычно я уже привыкла за эти годы вот сидишь дома 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 с ребенком с ребенком там выходишь на улицу чуть-чуть погуляла и обратно чуть-чуть погуляла и обратно вот эти дни получается ребенок у мамы и просто сидеть дома мне не хочется ну блин с ребенком но сижу с домом хочется куда-то вырваться и в итоге там до обеда спишь и где-то до 12 сплю потом я еще ложусь поздно вчера легла в 2 часа ночи позавчера легла в 2 часа ночи позу позу вчера тоже вот до 12 спишь там пока покушать туда-сюда в час сейчас или в два дня выходишь естественно ходишь гуляешь по улице просто гуляешь блин там такой аромат этот ролик скорее всего разделила пополам первая часть это парк гагарин как мы с вами там гуляли потому что мне кажется он получился очень длинный и сделать его слишком длинным мне кажется вы не досмотрите поэтому я скорее всего наверное разделила не знаю там как будет но посмотрите первую часть с парк гагарином где мы с вами гуляли ходили там просто обалденно там такие запахи найти вот этот вот снег и еще листва осталось сырая земля где-то там виднеется и вот это все вместе такой аромат аромат леса так классно такое ощущение как будто пришел осенью в лес после дождя вот такое-то ощущение создается так классно вообще-то такой ветерок я так нагулялся так спать хочу сейчас прям вообще ужасно вот обратно я доехала на троллейбусе был как раз час пик время было пять часов вечера то есть все заканчивают с работы куча народу уже бежит бежит я пришла на остановку подумала подожду троллейбус подожду подожду какой-нибудь любой троллейбус думал сяду на любой который будет пустой и подъезжает четверка а я не помню куда он идет и даже не помню они могут он может свернуть уйти там куда-то или в другую сторону я уже потом задумалась другую сторону свернуть может быть он прям и он пустой все битком а он пустой но я залетела скорее села и мы так ехали на остановок пять-шесть он был пустой никто не зашел там на одной зашел только два мальчика зашли они бесплатно проехали на следующей остановке вышли вот и дальше мы ехали уже вообще никто не зашел 6 остановок ехали пусто я думаю как будто вот так надо причем он подъезжает к остановке стоит толпа просто народу но никто не садится двери открываются но никто не садится как будто запрет какой-то дверь открылись но закрыта нельзя как будто вот на этих вещей как будто какой-то посыл сверху так в этот троллейбус садиться нельзя здесь едет наталья нельзя если как будто нет 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 мы не будем садиться мы не будем не знаю почему час пик пробки куча народа на остановке просто куча народу все автобусы вот в другую сторону едут они просто битком они просто битком и мы едем пустые как будто чтобы специально чтобы только я не заразилась коронавирусом вот как будто это вот так было блин вот просто жалко конечно не засняла на камеру там было просто все вечером и тряслось было бы не так не такая картинка красивая вот пить хочу ужасно прям хочу пить не могу напиться что-то я еще пошла купила пиццу сейчас доехала до остановки своей чуть-чуть раньше я вышла пошла перекресток пошла перекресток и думаю что что же я куплю пойти купить пиццу вроде хочется пить ведь потом-то я буду скучать уже дома по пиццу с ребенком больно не пойдешь за пиццей начнет просить эту пиццу дай-дай-дай-дай-дай думаю там если мой организм допустим выдержит там какие-нибудь продукты не свежие то его там организм не выдержит наверное думаю не знаю насколько она там свежая не свежая там чё как неизвестно что там колбаса в основном я колбасу не даю ребенку потом буду скучать лан думаю возьму все последний день пиццу взяла ее забрала там другая женщина сегодня готовила несу а там она пахнет соусом чесночным таким чесночком чеснок пахнет такой ароматный колбаска и и держу меня тут эти мандарины рюкзак тяжелый мандарины там тяжеленные эти 4 килограмма и эту коробку я держу блин эту бегу бегу запах чеснока промоет вообще-то что-то с чем-то на лифте поехала специально потом в лифте этот запах останется обычно бывает как вечером возвращаешься откуда-нибудь заходишь в лифт а там кто-то пиццу вез до этого это такой аромат запомнил стоит и так режешь промоешь слюнки подбираешь блин да что же такое где они эту пиццу берут тоже специально поеду вчера я поехала а вчера подождите а вчера я у меня дома уже была пицца позавчера вот пробежала скорее скорее села ее поел всю целиком съела ее вот прям обалденная вкусная пицца ну конечно она остывает пока бежишь добежишь до сюда тем более на улице холодно холодновато конечно этом но сейчас я думаю уже на завтра с диму не привезет мама я наверно уже не пойду за пицей уже под надоедать начинает если честно надо что-то другое у меня там в холодильнике есть сосиски женька купил наверное сосиски сделаем брусничным соусом соус брусничный наверное с вами поедим его соус попробуем заодно и сосиски там тоже будет так как он как маленький мини обзор сегодня еще кстати хотела скумбрию купить вот но зашла перекресток там такое разнообразие вот так скумбрию и нарезана и такая и сика и подрезана и потыканная там и вообще какой только нет это стоял смотрел смотрел думаю нет я тут долго просто все равно сейчас за пицей пойду лучше потом женьку попрошу купить скумбрию и все блин я даже не знаю просто вот глаза так разбегаются а чего купить то чего купить вот заметил там кстати также продается нарезка нарезка краба была смотрю что такое толсто прямоугольная такой жирненькая вкусненькая так вот это прищурила смотрю там а там люди еще стоят то есть близко не подойдешь тоже к людям и как бы не к товару тоже сложно подойти что-то вырезка краба крабовое мясо бывает палочи там до крабовая тут вырезка краба и главное такая блиненькая это я сразу вспоминаю краб то он такой большой что там такая это вот там красная рыбка нарезана там уже нарезана и положено то есть здесь взвешенная уже как по навес помню короче вот там про много всего обычно туда не доходила как раз колбасу вот этим и колбаску не едим и сосиски не колбасы не очень 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 редко покупаем где-то там 1 2 2 раза в год поэтому это не было в этом отделе вот что-то там еще хотела вам рассказать я уже забыла теряем что-то недорассказала тоже уже забыла магазине там классно народу много так с вами сегодня пироженки будем есть мои любимые меринги они стоят 250 да где-то около 200 рублей они стоят когда-то они стоили до их первый раз попробовала это было более 10 лет назад они стоили 80 рублей я помню даже тогда цифра 80 рублей была очень дорогая очень дорогая я помню эти 80 рублей копила по чуть-чуть причем мне родители деньги не давали я помню мама отпрашивалась магазин что пойти 1 то есть не с мамой а одно если я пойду 1 магазин то я могла со сдачей забрать несколько рублей и вот я помню мама напишет такой длинный такой такой длинный список продуктов вот я помню берешь эти наберешь продукты все все возьмешь там разменяют тебе все дачу дают я помню 5-6 рублей оставляешь себе раз там другой кармашек себе прячешь ну мало деньги нужны хочется же тоже деньги и вот этот огромный сумки там получалось два-три огромных пакета и тяжеленные помню и ради вот этих вот пакет чтобы потащить все это одной вернее ради денег вот этих шести рублей я тащил пакета одна не были тяжелой невозможно просто там невозможно вот и маму это чё сумки тащишь одна что ли я говорю блин а кто мне поможет мужчина что-то сует ой девушка какие у вас тяжелые сумки давайте я вам помогу так что ли будет нет конечно там зато у меня там есть 6 рублей там оставлю их на меринге я помню там отложишь на меринге 6 потом 80 же надо накопить потом они одно время были 150 я еще там как-то это уже а мужа же не жили вместе я там иногда покупала а теперь они уже 250 250 это много уже честно это много это слишком уже изредка так иногда в принципе можно купить там хотя есть тут шесть штук все равно дорого вот но не нравится очень нравится порвала сильно а вы пробовали меринг кстати сейчас появились новые меринги коричневые с какие какой-то ореховой посыпкой один раз пробовала мне не понравилось прошлый раз я ходила тоже по перекрестку думала думала что купить хотела купить торт есть торт от мире мирель мирель как-то так называется бренд хотел купить от них торт медовым и женька как-то покупали он обалденный вкус но нет думала 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 какой торт купить смотрю от палоча там есть торты там начинается 400 500 600 800 ну блин 800 рублей потратить на торт какой-то вот просто торт 800 рублей ну был бы он вот такой торт вот такой торт купил так вот торт несешь его по улице торт несу там вам поставил нож там взял длинный такой это как ее там шпагу взял лобыч отрезал съел ну блин вот так вот за 800 я купила торт хотя честно говоря я не знаю как бы его там тащила домой но может быть я бы и купил ну блин это маленький такой тортик за 800 рублей но это слишком я не знаю мне кажется не покупаются там эти торты перекрестки куда у них потом девать кстати 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 самое интересное то что допустим если у палоча продаются мейлинги да и у них срок годности уже выходит завтра например они вот так и так и так будут продавать за 250 рублей а в перекрестке будет скидка если допустим завтра уже срок годности подходит они будут не за 250 допустим а за 200 или там за 180 могут быть вот это кстати большой плюс проще покупать не от в магазине а в перекрестке то в пятерочке 9 ну не знаю где эту продукцию еще продают вчера еще помыла голову смотрите они какие стали красивые но волосы конечно еще до сих пор немножко выпадает и честно говоря у меня не получается мыть их каждые три дня я реально забываю за это время за эти годы за эти последние наверное два года я просто отвыкла голову мы часто я просто перестала наши Kosman потому что они очень сильно сыпались именно во время я д mestia головой то есть они вот когда вот моешь голова несида просто сыпались и поэтому я просто перестала их мыть и теперь я не могу к этому привыкнуть у меня появился новый шампунь которые делает так чтобы волосы не выпадали и если мыть им каждые три дня то волосы перестают выпадать Блин, ну я не могу, я забываю. Вчера вот я спустя неделю помыла голову, выпала, но совсем немножечко, прям чуть-чуть. Ну, не вот прям чуть-чуть, но выпала, так вот, немножечко. Вот, я уже думаю, надо себе записать, через 3 дня опять помыть голову. Потом через 3 дня опять помыть голову, чтобы вот, ну, как-то вот войти опять в то же самое, в тот же самый баланс, который вот у меня как раз и был. Вот. Ну, волосы, смотрите, такие красивые. Конечно, их стало очень мало уже, гораздо меньше. Они были густые, красивые у меня. Вчера я в KFC видела девчонка, там все, играла своими волосами, все их так это, ах, так, ах, их так это. А я сзади сидела, любовалась, блин, думаю, какие у тебя волосы классные, а. Думаю, ведь у меня тоже были когда-то такие, думаю, я их никогда не замечала, что они у меня такие красивые, такие густые. Ну, волосы, волосы, вот. Вот, они на самом деле красивые. А сейчас тоненькие уже, все. Они только вот густые, мне кажется, вот тут вот они вот еще нормальные. А вот здесь вот, чем ниже они, тем вот они тоньше, тоньше, тоньше. Мне, кстати, я так подумала, вчера мы с вами смотрели волосы мои, как они выросли вчера или на днях, что ли. А, на днях, наверное, я поближе к камеру себе подносила. Они где-то вот тут вот выросли. Мне кажется, это, знаете, выросли такие волосы. Это вот есть вот тут вот покороче они. Где они? Ой, блин, потеряла. А вот, например, волосы. То есть вот он идет, вот он короткий, да? Ну, и тут вот какой-то волосок. Мне кажется, вот эти вот волосы, вот они и растут. То есть вот оно отросло у меня половина. Это вот как раз вот они и отросли, скорее всего. Ну, куда-то же они должны деваться. Ну, согласитесь. Тем более, что я их не обрезаю, не стригу, ничего. Уже перестала стричь. Ну, растут и растут. Пускай растут. Сама думаю, стричь не буду. У меня родители говорят, давай, постригись, постригись. Они тогда у тебя будут ровненькие, красивые. Ну, вот они, в принципе. Вообще прям тоненькие, 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 тоненькие. Не знаю, я надеюсь, что к моей пенсии они там немножечко отрастут. Вот, ну, надеюсь на это. Так, я уже с вами заболталась. На самом деле мы с вами сели пить чай. У меня здесь налит чай. Я надеюсь, что у вас там тоже налит чай. Если что, есть вот тут водичка. Можете ее попить. Так, здесь у меня меринги. Кстати, меринги стали, стала от пауч сделать не очень красивые они такие стали. Не настолько аппетитные, когда, например, тогда, когда было это от пауча, чем сейчас у пауча. То есть, ну, они отличаются визуально, они отличаются. Кто хоть раз их видел, ел, тот заметит. Я еще в прошлый раз относительно недавно покупала их месяц, а, нет, подождите, месяц два назад, наверное, или три месяца назад я еще заметила, ба, как они изменились. Один большой, другой маленький, другой вот тут кривой, другой тоже кривой. Здесь хорошо, вернее, не так. Здесь плохо насыпано какао. Здесь слишком хорошо. Здесь такое какао. Здесь... Короче, все как-то вот так вот. Не пойми как, непонятно там. Ладно, давайте с вами покушаем, поедим наши вкусняшки. У нас еще, кстати, вот тут вот. Вот я пиццу покупаю. Здесь две штуки не хватает. Я же одну съела отсюда. Кто стащил одну штуку? Ай-яй-яй. Одной штуки не хватает. Слава богу, тут еще есть. Они очень вкусные, но из-за того, что я наедаю с пиццей и каждый раз уставшая, прихожу домой, я, конечно, не успеваю поесть нормальный конфет. Что ж тут мешает такое? Вот, нормально поесть конфет и нормально поесть мандаринов. То есть, купила много мандаринов. Сейчас я подумала, блин, а куда я их дену? В холодильнике у меня там яблок очень много. Вот, мы еще помидоры, да, есть, не можем никак. Женька, вот на них я его попросила. Кстати, блин, я забыла купить листья салата. Я забыла купить листья салата. Блин, я за ними пошла в перекресток. Женька попросила, купи, пожалуйста, листья салата. Он мне приносит вот это. Это у нас сельдерей свежий. Я говорю, ты мне что принес? Вот, ну там на ценнике было написано листья салата. Я говорю, ты не видишь, что это не они? Я говорю, ну я не знаю, как они выглядят. Я говорю, блин, а если бы там на ценнике было написано говно? Я говорю, ты купил бы говно? Блин, я даже не знаю, что с этим делать. Что вообще это такое? Зачем эти длинные ноги нужны тут? Такие. Блин, я не знаю, честно. Оно, кстати, пахнет. Оно пахнет, кстати, ароматно. Оно пахнет петрушкой. Не знаю, надо посмотреть, наверное, где-то. Где посмотреть? Конечно, в Ютубе посмотреть надо. Так, здесь у меня чай зелёный сегодня. Что-то он рыбой отдаёт. Какой-то. Зелёный чай, давно его хотела. Никак не могла попить. Так, 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 так. Вот этот большой. Ой, они уже растаяли немножко. Будем с вами кушать. Букмахничать. Да? Я надеюсь, что вы тоже налили себе чай с пироженками и тоже будете вместе со мной кушать. Смотрите, если у вас дворные дружины можно сделать дома, то, мне кажется, вот такие сложные. Чтобы касаемо понятно, кто на ком лежит, что лежит в средине, как это сделано. Так, 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 так. Это вкусно, это вкусно. Это вкусно, это вкусно. Но они немножко уже ждут давно у меня. И немножечко уже тёплые пистоли. Так, они прохладные, вообще-то даже вкусно. Так, 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 так. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Не то что интересно, нет он не интересный. Получается я так сплю. Время восемь. Восемь утра. По-моему даже не девять, по-моему даже восемь все-таки. И вдруг начинаю стучаться в дверь мне. А тут получается моя дверь, соседкина и там железная. Звонок у нас не работает соответственно. И я слышу, что разговаривает там соседка. Или нет, это я потом услышала. Просто стук в дверь. Ну когда по двери стучишь, это другой звук. Немножко мне снится сон. Прям в этот же момент. Даже перед тем, как начинаю стучаться в дверь. Сразу начинает сниться сон. И во сне мне говорит, Наташа, посмотри, как прекрасно эта птичка отряхивается. И там такая маленькая птичка, типа как калибри какая-то. Ну какая-то такая, которую я не видела ни разу. Но она может существовать, какая-то семья. И она начинает вот так вот отряхиваться, отряхиваться. И в этот момент стук в дверь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. И она так тук-тук-тук-тук. И я так смотрю действительно, как она отряхивается интересно. И главное думаю, со звуком. Думаю, ну надо же, какая. И тут вот настолько долго, видимо, стучат, и я начинаю просыпаться. Я думаю, надо же, уже сон-то мне не снится. А птичка-то до сих пор отряхивается. Потом думаю, что-то странное. Думаю, на стук в дверь похоже. Потом слышу, что там соседка разговаривает. Там что-то, да-да, вроде она дома. Вы стучите, стучите. Она просто дома. Сейчас она вроде подойдет. Я думаю, блин, кто же там пришел-то ранним утром мне. В второе время в 8 утра, блин. Думаю, а мне спать охота. Прям не спала. Думаю, ну в 8 утра, я думаю, кто же придет. Думаю, слесарь, наверное. Думаю, нет, я слесаря вчера встретила. У нас же труба находится в стене. Вот здесь, вы видите, одна только труба находится. А, вот она сзади меня, вы ее не видите. Вот она, видите, она одна. А вторая труба находится в стене. И во всей квартире у нас труба находится в стенах. Мы когда сделали ремонт на кухне, у нас здесь потекла труба попозже. Немножко. Вот тут. Если обратить внимание, то можно увидеть подтеки. То есть это вот. А мы сделали ремонт. Вот эти вот обои, кстати, они довольно дорогие. Там за рулон около 1000 рублей, что ли, они стоили. То есть дорогие обои наклеили. И тут вот у нас труба в стене решила потечь. Но нет бы она потекла вот пониже немножко. Так она вот именно вот прямо у нас потекла вот тут вот. То есть на потолке между соединением нашим и следующих соседей. Но ближе к нам. И потекла, и у нас вот тут вот пошли потеки. Вот. А ведь сделали ремонт. Дорогие обои были. Честно говоря, вот очень сильно обидно то, что вот эти вот обои даже очень мало прослужили. И теперь нам приходится, нужно сделать снова ремонт. И пол. Пол, да, там тоже чуть-чуть подгнил. Менять пол. А здесь уже стоит цельный кухонный гарнитур. Который никуда не передвинешь. Вот. Я увидела свой царей. Я увидела, мы перешли в новую компанию. И я увидела, что они несут очень много труб. То есть я до этого увидела их. А потом спускалась. Смотрю, слесарь стоит. Говорю, мол, он лицом ко мне стоял, что-то он откуда-то вышел, лицом ко мне стоял. Говорю, ой, говорю, вроде вы трубы меняете, да? Он, да, там что-то потекло, меняем. Я что же спрашиваю? Говорю, а вы только там будете менять? Говорю, вы же меняете со всех этажей вот так вот полностью. Ну там, да, что-то. И он, короче, отворачивается. И мне поворачивается спиной. Я с ним стою, разговариваю. То есть я веду диалог. А он просто ко мне отворачивается спиной. И стоит ко мне спиной. Я такая, знаете, стою про себя и думаю, блин. И что бы это значило? Типа он хочет сказать, отстань от меня, я не хочу с тобой разговаривать. Думаю, это может как неуважение ко мне спиной взять и повернулся. Ну, представьте, вы с вами человек, вы разговариваете с человеком, а он просто взял вот так вот и отвернулся от вас. Я настырная думаю. Не отстану просто так. Продолжаю дальше разговаривать. Ну, повернулся спиной. Так повернулся. Думаю, ну ладно, фиг с тобой. Я буду дальше. Мне это надо узнать. Я говорю, вы только с той стороны будете менять. Я говорю, а с этой стороны? Ну, если у вас потекет. Я говорю, так подождите. Я говорю, у вас труб-то много. Я говорю, вы, значит, все этажи меняете? Да, мы все меняем. Я думаю, ну, может быть, у кого-нибудь с нашей, как ее называют, линией, места у кого-нибудь потекет. Ну, может, еще хоть трубу одну протянут где-нибудь. Потому что вот ремонт вот так сделаешь, труба потекла, опять все заново вот ремонт делать. Вот. А капитальный ремонт, как его там, знаете, главный по подъезду, сказал, будет в 2035 году. То есть через 15 лет. Я говорю, о-о-о, через 15 лет, говорю, мне уже это не надо будет ничего. Через 15 лет я уже, знаете, старушечкой буду, может быть. Если еще доживем все эти 15 лет. Чтобы там трубы во всем доме там везде проводились. Вот. И еще такая лежу про себя, думаю, со следствием разговариваю. То есть он не должен прийти, думаю, странно. Потому что ко мне пришло это в 8 утра. Думаю, что даже соседка открыла. То есть думаю, значит, он к ней заходил. И тут вспоминаю газовики. Газовики. Там же было написано, мол, типа, в дом придут проверять газ. Газовики. Ну, блин. Думаю, опять газовики. Какой, думаю, кошмар. Думаю, они же в прошлом году. Думаю, я здесь такая лежу еще про себя. Думаю, они же недавно приходили. Думаю, когда же они приходили? Думаю, помню, летом приходили. Думаю, это был год назад, а не летом. Думаю, это уже год прошел. Представляете? Вот они год назад приходили. По-моему, даже... Я помню, что я их как-то раз не пустила. Ну, блин, тут вот... Честно, проверить газ, это надо открыть шкаф. И шкаф у меня все вытащить. Открыть там дверку. Ну, то есть, вернее, вот эту дверку тоже вытащить. И там узенький шкаф. То есть, это мужчина должен быть очень узенький, чтобы туда влезть. Но это же надо все это вытащить. Он мне вот тут вот все наследит, напачкает. Меня тут находит с этим коронавирусом. Еще сейчас мне этот коронавирус сюда притащит. И, блин, я не люблю. Честно, я не люблю, когда ко мне приходят. Я понимаю то, что, да, они должны проверить там, но они проверяют. Ну, так... Что там? Ни о чем, честно. Вот. Им самое главное наложить штраф. И я помню, как они приходили к маме, они наложили штраф, потому что было не видно вытяжку. То есть, они до этого все годы подряд приходили, все было нормально. А тут они пришли, не видно вытяжку. Я говорю, ну как не видно, когда ее видно. Говорю, откройте эту вот штучку. Там что-то... А, там была палочка у мамы заложена. А если вот так вот посмотрю чуть-чуть повыше, то там было видно трубу. Там труба шла от этой, от вытяжки и до колонки. То есть, ее там вот-вот, там ее видно. Ну, им не захотелось. Ну, не видно. Все, штраф. Полторы тысячи с вас. По-моему, даже полторы было. И все. Мама говорит, все. Больше никого не пущу. Ну их нафиг. Раз они штраф накладывают. Вот я, по-моему, пришел. Мы как раз с ребенком заходили домой. И тут он сразу появился. Говорит, я это, газ там что-то проверю. Я вас не пущу. А, ну ладно, хорошо. Такой, хорошо. Развернулся и ушел. Да ну ба, я думала, будет настаивно. Вы же понимаете, там, газ, это очень все сложно. Это там обязательно надо проверить. Честно, знаете, вот я иногда вот думаю, лучше бы, когда они заходят в какую-нибудь квартиру проверять, писать бы где-то вот свои бумажечки вот рядом. Там порядочная эта квартира. То есть все, и тут хорошо. Не бомжи никакие. Там, если вот бомжи, да, или там наркоманы. Там все вот это вот у них ободранное. Там нет мебели, да. Сначала я думала, когда мы будем искать квартиру другую, там, когда-нибудь будем переезжать. Думаю, я приду. Думала, около подъезда посижу. Посмотрю, кто выходит из подъезда. Там, какие люди. О чем говорят бабушки. Схожу в подвал, посмотрю, что там в подвале. Ну, в подвале, кстати, вот да. Когда переезжаете, обязательно смотрите подвал. Потому что вот тот дом мамин. Однажды я случайно, чисто случайно разговаривала с мужчиной. Он оказался главным по дому. И он сказал, что как раз с нашей стороны. То есть у нас, получается, последний подъезд был. С нашей стороны, то есть в маминой квартире, в подвале находится огромная яма, которая вымыла водой со временем. Вот эта вот огромная яма, представляете? И то, что этот вот краешек вот этого дома, якобы, со временем может рухнуть. Может куда-то уйти. Там что-то сдвигаться может начать. То, что, ну, якобы там власти уже об этом все знают. Там заявления какие-то, что-то там куда-то там писалось. Но бесполезно. И, блин, когда вот это все узнаешь, а думаешь, что правда, что ли так? Мне казалось, что дом стоит не просто на земле, а там есть какой-то фундамент, какой-то там, что-то, ну, что-то должно быть там. Блин, это становится страшно. Это очень страшно. Потому что вот так вот лежишь, спишь, и потом хоп, и пол дома ушло под землю. Конечно, нам уже, кстати, после вот этой вот, когда он мне рассказал, уже прошло лет семь. Пока все хорошо. Слава Богу. Потому что, блин, ну, тоже страшновато. Что-то у нас с вами прям тему зашла. От моего сна и ушла от он. Ну, короче, в итоге я дверь, конечно же, не открыла. Я подумала, блин, сейчас мне нужно же встать. Ну, мне же надо одеться. Я же не открою дверь в трусах, правильно? Здравствуйте, кто там? А, слесарь там, этот, газолиев. Заходите, заходите, я пойду оденусь. Да, не будет же так, правильно? Это, я думаю, у меня сонная, прям, меня вот так вырубает, вырубает. Я думаю, где мои штаны? Думаю, штаны надо найти. Потом надо кофту одеть. Ну, как мне неохота. Думаю, его, а его, думаю, надо принять. Господи, я думаю, сейчас туда пойдем. Он же не просто там, здравствуйте там. Открою же говорит, здравствуйте, здравствуйте. У вас все хорошо с газом? Да, у нас все хорошо с газом? А, ну, все хорошо, распишитесь, расписали. Все, до свидания, до свидания там. Хоп, закрыл дверь. Так же не будет? Правильно. Вот я пока об этом все думала. Слышу, там уже дверь закрылась в нашем проеме. Тишина. Ушел. Я думаю, значит, был, наверное, газовик. Я думаю, ну, вот теперь начнется ходьба. Я помню, как на этой квартире или на другой квартире. Не помню, короче. Вечер. Значит, вечер. А, нет, с утра пришел газовик. Постучался. Я не открыла. Господи, кто там опять рано утром пришел? Не открыла. Он, значит, приходит ближе к вечеру. Часа в четыре, да. Опять стучится дверь. Я не открываю. Вот. Ну, какой-то мужик незнакомый ко мне тут придет. Мне как-то страшновато даже стало. Ушел. Потом он в пять пришел стучится. Я не открываю. Ушел. Потом, значит, темнело. У меня свет горит, соответственно. Он увидел, что у меня свет горит. Пришел. Опять постучал. Там время шесть, наверное, было. Наверное, где-то вот как сейчас было. Уже ближе к Новому году. Может быть, зима. Постучал. Ну, свет же горел, значит, дома. Я не открыла. Ну, блин, думаю, что же делать-то он здесь ходит и ходит. Я свет, короче, везде выключила. Включила настольную лампу где-то там себе вдалеке, чтобы это было незаметно. Ну, когда настольная лампа не всегда заметна. Он, видать, вышел. Опять посмотрел. А темно. Никого нету. Ушел. Опять поднялся. Опять меня наяривает. Стучит. Я не открываю. Он, значит, опять не понял. Ушел. Опять посмотрел. Ну, темно же. Опять пошел. Блин, ну, так ходил, наверное. Дня два, наверное, ходил так. Уже стало страшно. Думаю, уже вечер наступает. Я думаю, не буду включать сегодня свет. Как будто дома никого нет. Думаю, и ходь, и ходь, и ходь, и ходь. Думаю, да что ж такое. Думаю, да сколько может. Такие они прямо надоедливые. А сейчас вот они вроде это, не такие стали. Но сегодня, кстати, на сколько? Я в шесть пришла. Но, кстати, не пришел никто сегодня. В шесть. Может быть, он до этого приходил. Не знаю. И записку, кстати, не оставил никакую. Я думала, будет записка торчать в двери. Нет никакой записки. Ну, это не знаю. Может кто-то другой был. Может не газовик. Не знаю даже. Ладно, мы с вами прямо разболтались. Мне кажется, наверное, уже с вами болтаем не один час. Надолго очень разболтались. Я надеюсь, что вы... Ой, я вся в шоколаде. Ой, я вся в шоколаде. Тут уже оказывается. Я надеюсь, что вы тоже мелинги вместе со мной покушали. Попили вместе со мной чай. Поболтались со мной. Напишите мне в комментариях, что вы мне скажете на все вот это. Это то, что я вам сейчас рассказывала. Напишите в комментариях, покушали вы со мной меринги, попили ли чай, конфетки. Одной уже не хватает. Кто-то ее стащил. Лайки ставьте. Я для вас стараюсь. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. Комментарии обязательно пишите. И всем пока-пока. С вами был канал Нартмания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok